Обладатель премии президента РФ – ученый КФУ. Новая образовательная программа повышения квалификации. В Казань прибыли школьники из Луганской Народной Республики. Всем привет! В эфире «Универновости», а в студии Гульшат Губайдулина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро они приступят к учебе и процессу сдачи единого государственного экзамена. Затем у них будет возможность подать документы в любое высшее учебное заведение на территории нашей страны. После небольшой экскурсии по Казани ребята отправились в Елабугу, где им предстоит пройти обучение в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. По словам самих школьников, в планах активная учебная деятельность и упорный труд. Впереди у нас много интересного и образовательного, и познавательного. Надеюсь, удастся их поближе познакомить как с историей Татарстана, так и с городом Елабугой, с прекрасным нашим городом. Ну и это подготовка к итоговым выпускным экзаменам, к ЕГЭ. Я думаю, у ребят все получится, ну а мы здесь все будем им помогать. И как организация их быта, проживания, так и выстраивание уже образовательных процессов. У старшеклассников до окончания учебы остается и каких-то 4 месяца, и наверстывать придется очень много. Для школьников сформированы два класса, занятия в которых будут проходить по отдельному учебному плану. В первой половине дня с учениками занимается педагог, а во второй дополнительные занятия по предметам проводят студенты-волонтеры. Также школьники будут задействованы в кружковой работе, включающей в себя спортивное, творческое, естественно-научное направление, программирование и многое другое. Не менее важно помочь детям адаптироваться к новой жизни, социализироваться. Тихая, уютная Елабуга подходит для этого как нельзя лучше. Основной задачей является подготовка ребят к выпуску из школы и продолжить образование в вузах нашей страны. Я жду всего хорошего. Идейно хочу сказать спасибо республике Татарстан за то, что дали нам такой шанс учиться, работать и реализовывать себя в полной мере. Я уже ездил в университетские смены. Нас знакомили с Елабушевым институтом и с КФУ. Поэтому я здесь не первый раз. Очень много одноклассников сюда поехали, потому что они знают, что это их единственная возможность выйти в людям. В ближайшее время ученикам предстоит определиться с выбором предмета для сдачи ЕГЭ. Ребята полны энтузиазма и уверены, что совместные усилия коллектива Елабушевского института, университетской школы, студентов-волонтеров и самих учащихся приведут к желаемому результату. Карина Саяхова, Елизавета Казизянова, Анастасия Упаева, Тимур Ахметов, Универ Новости. Мы продолжаем наш цикл сюжетов, посвященных молодым ученым Казанского федерального университета. В этот раз вы узнаете об Ирике Мухаммадинове, обладателя премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, старшим научном сотруднике научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете. Ирек Мухаммадинов – уроженец набережных Челнов и выпускник Челнинского лицея имени Пушкина. С детства он показывал свою любовь к точным наукам, зачитывался энциклопедиями, участвовал в олимпиадах и проявлял максимальную активность на уроках химии – его любимого школьного предмета. После успешной сдачи экзаменов Ирек поступил в Казанский национальный исследовательский технологический университет, а уже в КФУ он стал аспирантом. На самом деле, да, еще до поступления в лицей, до знакомства с предметом химии, с моим любимым предметом, я всем говорил, всем родственникам, друзьям, что я хочу стать ученым. То есть как-то вот с детства так получилось, наверное. Я читал много книг, а больше даже научно-познавательных книг. То есть тогда не было по телевизору таких, ну, много каналов, да, чтобы и там типа National Geographic там и так далее, да, других каких-то каналов, чтобы можно было это все увидеть по видео, да. То есть больше, конечно, обращался к книгам. Вот, у меня целый сборник, вот есть такой вот энциклопедия «Я познаю мир» по разным предметам физика, химии, стран, истории и так далее. Вот я их все перечитал в детстве, то есть выписывал, и каждый месяц там мне приходило там какой-то, значит, и вот как-то вот с детства повелось, потому что вот я вот мечтал стать ученым. 2023-й стал знаковым для республики и Ирика Махомодинова, ведь именно в этом году он получил премию из рук президента Российской Федерации за уникальную разработку его и команды. Это способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти. Разработанные катализаторы акватермолиза разжижают нефть, извлекать ее становится проще. Впервые информация о разработке появилась в 2020 году. Катализаторы тогда тестировали на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти в Татарстане. Помимо, значит, лабораторных исследований мы также уже дошли до опытно-промысловых испытаний. То есть на данный момент, на январь 2024 года, да, у нас уже проведены семь опытно-промысловых работ, опытно-промысловых испытаний, закачек именно вот катализаторов. Катализаторы у нас подбираются для каждого месторождения, для каждой скважины по-разному, по-своему. То есть нам привозят с месторождения нефть. Мы начинаем это все здесь проводить, лабораторное моделирование с добавками, как просто нефть с водой, это как контрольный опыт, и с добавками наших реагентов. Вот. И потом уже мы, проведя большое количество исследований, помимо вязкости, это и определение компонентного состава, это и фракционного состава, и как влияет элементный, изменяется элементный состав, изменение молекулярной массы и так далее. Вот. Мы еще проводим такие исследования и даем рекомендации для компаний. То есть вот такой вот состав катализаторов будет более эффективен для данного месторождения, для данной скважины. Другие закачки у нас были проведены в 2022 году. Три закачки было у нас. Две закачки в Самарской области на месторождении, которые зарабатывает Ритек Лукойл, дочерней компании Лукойл и Ритек. И, значит, пятая закачка была у нас еще второй раз на Кубе. Это было тоже в ноябре 2022 года. И еще две закачки у нас были проведены в прошлом году, в 2023, в августе и в ноябре. Тоже на месторождении Самарской области, которые зарабатывает Ритек. Итого у нас вот на Кубе две закачки. Четыре у нас в Самарской области и одна в Татнефти. В этом году также есть скважины кандидаты на применение нашей технологии тоже в Самарской области. Ирек абсолютно командный человек и очень внимательно относится к общим достижениям. Даже говоря про президентскую награду или самую успешную разработку, он никогда не упомянет одного себя. Все победы – команды. Мы приходим на работу, обсуждаем ближайшие планы. Мы не говорим именно про, что мы будем каждый день делать. Вот сегодня конкретно делать. То есть мы, если у нас есть какой-то проект от компании, то мы, конечно, распределяем роли, кто что будет делать. Начиная, кто будет ставить реактор сегодня, кто после этого, после завершения эксперимента будет его снимать. То есть вот как бы из мелочей тогда, скажем, складывается как раз-таки все главное, основное. То, что будет двигать дальше нами. Мы пишем совместные, получается, и отчеты, и распределяем обязанности, кто за какую главу там будет отвечать. Конечно же, потом рождает и научную статью. Находка ученого особенно актуальна для Татарстана с его высокой долей сверхвязкой нефти. Добывать ее не только труднее, но и затратнее. Например, есть способы внутрипластового горения, когда закачивают кислород в недры и поджигают, но при этом сгорает много полезного продукта. И так, в свои 35 лет Ирак Мухаммадинов является кандидатом технических наук и доцентом. Он упорно трудится в лаборатории и параллельно успевает вести преподавательскую деятельность. Действительно, то, что нашу работу, работа нашей команды и в целом меня, так скажем, оценили высоко. Для меня, конечно, это было очень важное событие в моей жизни. То есть в 33 года, наверное, мало кто может похвастаться таким именно достижением. То есть и для нас, и для нашей команды это действительно было большое событие. И, в принципе, то, что я поехал к президенту, его увидел воочию, то, что с ним мы разговаривали, мы поздоровались, и получение с его урок вот такой награды действительно очень важное значение для меня было. Его работа доказывает, что наука и инновации играют важную роль в решении глобальных проблем. Благодаря его усилиям мы приближаемся к более устойчивому будущему и бережному отношению к окружающей среде. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости. В императорском зале Казанского Федерального Университета стартовала образовательная программа повышения квалификации сотрудников, недавно назначенных на должность руководителей университетов и научных организаций, которым необходимо обучение в этой области. О том, как прошел первый день обучения будущих управленцев, расскажем в следующем сюжете. Казанского Федерального Университета Денис Секиринский, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, помощник Раиса Республики Татарстан Альберт Гельмуддинов и ректор КФУ Ленар Сафин. Кроме того, на семинаре присутствовали приглашенные гости и участники из 29 городов России. Ленар Сафин пожелал всем участникам успешного обучения, интересных идей и достижения новых профессиональных высот. Во вступительной речи он подчеркнул, что это отличная возможность познакомиться с инфраструктурой вуза, научными лабораториями, а также пообщаться с коллегами и получить бесценный опыт. Я думаю, нашим молодым учетам и всему молодому инфраструктурам, которым будет интересно площадке нашего университета, поработать, посмотреть, понять, чем мы занимаемся, какие у нас есть прорывные инфраструктуры, технологии и разные инновации, которыми, безусловно, мы можем поделиться. И я еще раз повторю наших организаций, заводную площадку. В качестве партнеров выступают ведущие российские образовательные центры. Среди участников недавно назначенные руководители университетов и научных организаций, их перспективные заместители, руководители исследовательских подразделений российских технологических компаний, а также руководители и заместители руководителей региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций. Очередной модуль программы посвящен вопросам взаимодействия федераций и регионов для научно-технологического обеспечения страны. Лекцию будущим главам различных структур прочитал помощник Раиса Республики Татарстан Альберт Гельмудинов. Образовательная программа третьего модуля рассчитана на 4 дня и продлится с 31 января по 3 февраля. Ее основная цель – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, для работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти и технологических компаниях. Елизавета Кожизянова, Анастасия Упаева, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Республиканской премии «Студент года-2023» признан номинацию «Предприниматель года» получил студент 4 курса Института международных отношений Казанского федерального университета Андрей Шишов. Еще год назад он открыл свою логистическую компанию по работе с КНР и активно занимается выкупом и доставкой товаров из Китая. Помимо прочего, уже 2,5 года Андрей занимается продажами на маркетплейсах и его общий оборот продаж достиг 20 миллионов рублей. Кроме предпринимательской деятельности, Шишов активно занимается и общественной работой, принимает участие в организации предпринимательских акселераторов для молодежи, является инициатором создания проекта «Школа маркетплейсов», а также состоял в числе организаторов таких проектов, как «Твое дело, молодой предприниматель России», «Я в деле», «Бизнес молодым», «Бизнес экскурсий, инвестиционных сессий», «Бизнес завтраков» в секции форума «Россия-Узбекистан» Клуба молодых предпринимателей Республики Татарстан. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова